Две хорошие новости могу сообщить, потому что я так понимаю, что холодный душ такого масштаба, я приплез физически в ощущении. Народ уже накрывается простынёй и ползет в сторону кладбища. Подождите, спокойно. Первое. Всё, что я вижу по Западу, всё, что заявляет Запад, они прекрасно это всё понимают, но они с решительными целями это понимают. Они не в смысле, ну, давайте тогда сдадим это Украину, раз она там, или половина Украины, раз так не получается. Не-не-не, они как раз очень, смотрите, самый, кого мы приняли ругать, Киссенджер, он говорит очень-очень приятные для нас вещи, гарантированно, НАТО решённые вопросы. Вы понимаете, насколько меняется в лучшую пользу стратегическая ситуация, если мы вдруг возьмём и вступим в это самое искомое НАТО. Это просто, ну, это, не знаю, это золотой билет вытащить из судьбы раз и навсегда, хотя бы той части, которая не оккупирована, она будет значительной. Во-вторых, там много всяких других бонусов, а заметьте, что начал делать Запад, когда он осознал? Я вам больше скажу, у Запада появилась стратегия, в кои-то веки. Главным её признаком является начало разгрома коррупционной составляющей в Украине, вот этой вот, которая есть, и, как бы, совместное действие, которое проводят там НАБУ, СБУ, ДБР, вот совместно, да, они же работают на... Ты даже что-то такое сказал? Подожди, почему? Есть совместное действие с БУ и НАБУ. Они несколько криминальных права, же. Во-вторых, тут же вопрос какой? Мы не можем сейчас установить, это попытка один процесс прикрыть другим, или это там параллельное действие, согласие с СОГРОД. Почему? Ну, мы же знаем. Ну, не можем. Не можем. Есть разные версии, версии такие, я назову даже версии. Первая, Запад начал громить, а наша вертикаль решила, ну, так это надо замаскировать погромы своими погромами. Одна версия. Вторая версия, Запад поговорил и сказал, ребята, давайте хромить вместе, это лучшее, что вы можете сделать. И они начали хромить, эти здесь, а эти начали хромить здесь. И третья версия, они честно хотят громить тоже. А поскольку я знаю, что такое Украина, я вам скажу, что все три сценария одновременно реализуются. Какой в чем-то это, в чем-то это, в чем-то это, скорее всего. Но суть в чем, не в этом. В студии то, что начало наступление на коррупционную составляющую, причем потоп чиновникам, это для меня вернейший признак, что они решили за неимением полноты своих ресурсов поднять ресурсную обеспеченность Украины за счет внутренних ресурсов, чтобы меньше тырили и больше производили, скажем так. Больше контроля. Больше и было больше контроля. То есть они поднимают нашу способность противостоять. На те проценты, которые мы можем вытянуть, или десятки процентов, я не знаю, на что они надеются. То есть, ребята, у нас, вам, например, для противостояния с Россией нужно 10 единиц. Давайте мы дадим 60, но вы как-то производите 7. Давайте хотя бы 27 сделаем. Чтобы как бы была большая составляющая. Вот они начали это делать. Для меня верный признак, знаете, в чем заключается? Что они приняли решение. Все. И сегодня саммит Украины ЕС, курсор Афон Дерляйн говорит, что? И парламент голосует, да, принимаем Украину ЕС. И так все плохо. Не надо накрываться белой простыней. Нам вполне возможно движение в НАТО. И вполне возможно, что всяческие бонусы от ЕС. А кроме того, они нам ресурсно-производительность и ресурсная емкость внутри поднимают очень сильно. А какой украинец не мечтает о разгроме коррупционной вертикали? Простите, да мы все мечтаем. Прихода к людям нормальных людей, которые смогут обеспечить прибавочную стоимость, которую большую, чем мы до сих пор производили. И, соответственно, это цена. Запад предельно рационален. Вот он в этом смысле просто считает. Так, часть могут произвести украинцы. Сколько могут произвести? Ну, 27 единиц. А сейчас производят 7. Почему? 24 от коррупции или неэффективное государство. Так давайте сейчас сделаем. Часть можем взять от российских репараций. Вопрос, в какую часть и куда? Возьмем мы это. Часть можем дать сами на таких-то таких условиях. Давайте. Вот они себе ведут. То есть, позитивная новость заключается в том, что они решительно настроены. То есть, это не просто тупо поделить и отдать полукраины, что у нас же у всех синдром Минска-1 и Минска-2. А так вот их не будет, сразу говорю. Они выступают с позицией силы в отношении России, прекрасно понимая, что освобождение полной территории все-таки под некоторым вопросом находится. И оговариваясь, это не мы говорим, это говорят первые лица Запада. Это не Аристович говорит. Вы сейчас, конечно, вырежете и покажете по НТВ. Вернее, по ОРТ. Но на самом деле, как он там, первый канал ваш называется. И у нас во всех этих чатах, но это говорят западные. Что, ну, генерал Милли это говорит. Он достаточно авторитетен для вас. С Толтенберг это говорит. Поэтому не все печально, проактивно. И больше всего меня радует, что начали громить нашу коррупционную вертикаль. Потому что без поднятия эффективности Украины, конечно, ничего не будет. Никакой Кореи, никакого НАТО, никакого есть.